всем привет дорогие друзья на канале печки лавочки это самый позитивный семейный влог и у нас теперь есть печка и много лавочек на улице ребята смотрите самого вот начала ролика я сделаю небольшую распаковочку распаковочку и необычный тест необычный тест это распаковка проекта это буквально вообще ерунду времени займет ответить мы будем на улице на большущим экран на стену дома короче это проектор фирмы тюнгер 10 базовая версия full hd проекта размер проекции от 40 до 120 дюймов яркость 9 10000 люмен зарекомендовали они в принципе хорошо это базовая версия в зависимости от комплектации есть версии с андроидом есть версии с вайфаем это только bluetooth можно понятно и подключить hdmi usb вот такие кнопочки как прям на сейфе прям как на сейфе в общем ребят все комплектация все как положено как в обычном проекторе пульт куча кабелей для подключения вот винт для того чтобы можно было его поднять можно отрегулировать проекцию если вы ему поставили криво стены по отношению к стене то есть выровнять проекцию в общем все как обычно хороший проектор я уже им пользовался теперь пойдем на улицу и посмотрим как он на улице на доме ну я тебе скажу прикольненько вообще ну то что я же могу сделать такая громкость ну ничего страшного пускай соседи посмотрят мультики класс не знаю что только кажется боль что производитель нас обманул потому что здесь же это не 120 дюймов здесь же вообще я не знаю сколько может тут дюймов может 300 а если было бы штукатуре на стена скажи я не вижу правда ну ладно но так это вообще песня слушай обалдеть и громкость слышишь нормальная такая да короче ребята q10 проектор тюингер фирма ну вот можно брать очень хорошее изображение вот так вот если частный дом сделать кинотеатр да на даче просто обалдеть вообще класс я если честно даже не ожидал я как посмотрел что он 120 дюймов максимум то я думал что ну что значит будет размытое изображение а тут чётенько чётенько обалдеть ссылочка будет ребята в описании есть видео действительно тогда ему сказать ну не 120 а тут 300 333 ну что вот вам пожалуйста сидушечки а тебе место уже нету там но видела ну ты уже там точно не влезешь все а теперь тебе на переднем сиденье посадим проверим ну посади посмотри сам интересно что это кресло она вообще реально практически в положении лежа регулируется потому что много такие а легко покажи да я сниму ну я не веду легко ли с ребенком в машине практически лежит класс заснул оп положил его бодрствует об приподнял все сидите на мы нашли два бушных это получше состояние 1 похоже ну да то практически идеал а как все курточка курточка как фоточку вставишь как это было 9 лет назад курточки 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 берегов здесь не гуляю да хорошая хорошо ребята ребята захар там спит еще лазар балдеешь только проснулся сына пока мамка ходит на выбирают одежку рассказывай интересное что-то зайчики снились лисички мишки котики собачки в этом тебе снилось плюшевый ты плюшевый плюшевый плюшка ты так зеваешь либо у назара либо у захара на кого наденем это 74 размер капец ну практически а сколько этот комбез вот такая маечка на акцухе 5 рублей стоило 13 дома у нас жарко мы протопили даже чересчур и я думаю возьму недорогие и это тоже 5 рублей вот такая короче две маечки что ты там куда ты там ползешь таких на скидке два бодика с коротким рукавом они по 9 рублей чтобы вы понимали ребята мы в беларуси живем это не российские рубли спрашивали где такие цены еще такие же штаники 13 рублей на скидке вот были 18 у нас есть такие 80 это вот 74 не последний выглядела потому что нас нечего носить мол сейчас и взяла такой еще наборчик тоже на скидке за 23 рубля моя горошинка до кофточка и штаники 80 это уже захару больше потому что что дети сейчас очень обильно они слюнявятся они постоянно в этих на живот положение все время этих слюнях вытирая не утирая не все равно и вот такие на акции два набора два набора то есть по 2 по 2 бодика такие с длинным рукавом они такие тепленькие значит за два набора по 21 рублю были по 30 ну отлично отлично ну вот все и короче за это все я отдала 131 78 32 рубля белорусских отлично и еще мы себе прикупили вот такие вот столики для кормления стульчики со столиками да но что-то слишком они большие короче для них еще пока они сидят эти столики до точно они там в подбородке вот и как бы то же самое в принципе что мы кладем их шезлонг мы просто выше за 100 дали до короче у детей обновки капец и автокресла автокресла стульчики для кормления и куча одежек ребята у вас вообще обновочка за обновочками просто вам повезло крупненько пирамидка отлично ребятки а купаться кто будет сейчас то будет сейчас купаться да да ты такой любознательный сынок захар ты такой любознательный что-то тебе все такое вот интересно такое да привет я в кухонном этих кухонном гарнитории отражаюсь лайфхак для маленькой кухни можно я думаю что нам и покушать немножко да малых покупали покормили вот так вот мы и кушаем если не возле детей если отдельно покушать вот так вот мы вот так вот здесь чик присел и пожалуйста вам нормальный такой видончик рабочий да скажи у тебя тоже обстановка по кайфу все работай правда немножко уже маловато стал узковат в поясе с того времени как и работал в нем он был немножко посвободнее сейчас уже на все пуговички даже и не застегнул короче у нас сегодня задачка спилить сирень спилить сирень и собрать яблоки урожай короче вот такие вот яблочки их сразу в отдельный ящик нормальные красивые яблочки вот которые висят такие чистенькие без гнили без ничего без поражения их на зимовку вот ну а гнилые понятно что дело козочки съедят назар заснул все сейчас и захар за все не каждый ряд еще будем перекладывать газетой рационализаторская идея но яблочки там лежат это тесте идея владимир федорович ясно пришли домой обеденный перерыв у нас ребята да обеденный перерыв видно что назар не доел кашу да да уже проснулся захар ту кашу в лопал всю тарелку сейчас спит что здрасьте расскажи ему что мы сейчас будем делать назар расскажи сейчас все 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 разведает я работаю вышла посмотреть как вы тут справляетесь солнышко такое нормально ты знаешь уже почти все собрали уже почти все ты тут вручную да тут вручную да есть яблоки вот та яблоня она легко сбивается эти яблоки они крепко лишь крепко их надо отщипывать то они не так там надо брать бутылку чтобы острая на чтобы за этот кусик можно было срывать что нашел так сказать но в любом случае то собрал это там собрал дом углу собрал есть яблони которые я даже не пробовал еще но сказали что все не надо обрывать но дед там с бабой по очереди малых катает у них самая ответственная работа я тоже так считаю самая ответственная ни на шаг ни на минутку нельзя это я могу сачкануть походить порассматривать что-нибудь покушать пойдешь не не хочу я еще поколол вид сколько яблок на собрать 4 часа поем а если я сейчас поем то я уже работать не смогу четыре часа еще и рано обедать конечно рано и обычно часов 8 наверно обеду а а а а а а нормально почти почти подожди 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 сейчас я все сделаю попилим сначала а потом прицепим на следующую а а а а ликвидирую зачистка зачистка а чего ну крышу во первых видишь лист падает забивает этот сток слив угу ну листья плоды падают на землю разбиваются ребята пару слов о предстоящих акциях с 1 11 по 12 11 на алиэкспресс на магазине тюнгера будет будет проходить просто сногсшибательная акция, там проекторы будут с сумасшедшими скидками, потому что вы не пропустите сейчас переходите по ссылке в описании и заказывайте и переносите в корзину, чтобы не забыть об этой покупке. Вот, и значит проектор реально классный, и он, кстати, будет стоить около 170 долларов, 30 процентов, по-моему, скидка, 30 долларов скидка будет. В честь всего. Да, в честь 11-11, ну, в них там эти на Алиэкспрессе все время такие скидки. В общем, что, такие вот у нас печки-лавочки, сегодня так плодотворно поработали, ну, практически ничего не снимали, потому что Оля работала тут из дома, у нее постоянно митинги, все это там на компьютере, все, короче, я там, в общем, вся, вот, весь день в такой суете, да, везде с бабой получили, где с малыми. Да, они, бабушка там, в основном бабушка была с малыми, хотя, нет, когда я бы не собирал, то и дедушка там сидел, вот, а потом мы уже с дедушкой пошли там, срезали мы и вот эту сирень, и еще и абрикос, который там рос, тоже мы его подчикали, чтобы там было чисто и не листы, ничего, в общем, и свободно. В общем, такие, ребят, печки-лавочки, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Всем удачи, всего самого доброго. Пока-пока. Пока. Пока.